СОСЕДСТВА Украина вошла в такую стадию конфронтации с Российской Федерацией по известным причинам. И когда Украина начала искать более плотного добрососедства и взаимоотношений с теми государствами, которые, например, граничат с нами на Западе. Я имею в виду, это Польша, это Болгария, это Румыния, это Чехия и вот там страны Прибалтики, те, которые идут через, ну они как бы не наши непосредственные соседи на границе, но как бы те, которые поддерживают Украину, ее деятельности на сегодняшний день, вступление в Европейский Союз и различные другие европейские институции. Вот, и с нами имеют такие дружеские отношения. Так вот, что касается соседей, ну не секрет, что с соседями надо жить мирно. Это главное условие нормальной жизни. Из-за всякого рода несогласий всегда начинались что? Войны, конфликты, какие-то, значит, непонятные взаимоотношения, торговые войны, там, различные другие. Вот, поэтому для того, чтобы сегодня говорить, что Украина имеет хорошие отношения, например, на Западе и плохие отношения на Востоке, то тоже так говорить нельзя. По той простой причине, что у нас наметились проблемы, известные из той же Польши, который недавно, Сейм Польши принял такое, как говорится, судьбоносное решение о признании Волынской резни как геноцидом. Ну, вы знаете, что принятие такого международного документа несет определенные правовые последствия в взаимоотношениях. Во-первых, охладились те отношения, которые были раньше налажены. Во-вторых, многие люди, которые раньше считали, что Польша – это, можно сказать, адвокат наш в Европейском Союзе, сейчас об этом разуверились и уже так не думают. И сейчас во многих сферах деятельности пошел процесс, как говорится, обратного действия. Понимаете, растрагаются взаимоотношения и многое другое. Был нарушен и приграничный режим, вы знаете, буквально недавно с Польши приостановлено там приграничный обмен и посещение. Ну, это была временная мера, но она, как говорится, сопутствовала тем принятым решениям и в совокупности сыграла, как деструктивная, конечно, мера. И вот здесь необходимо было бы, наверное, и нашему руководству задуматься, а почему так? Почему вдруг дружеская страна к нам отнеслась таким образом? А, следовательно, во-первых, ничего не было сделано, с моей точки зрения, на упреждение этой ситуации. А, во-вторых, есть международный опыт. Есть международный опыт в таких случаях, когда виновная сторона просит покаяния у международного сообщества за какие-то негативные действия, которые, да, таки имели место в истории взаимоотношений между двумя странами. Показательный пример – это Вилли Брандт. Был такой канцлер федеративной Германии в 60-х годах, сразу после военной, после военной период, там промежуток времени после войны, там 10-15 лет прошло, который что сделал? Все знают, какое горе принесло, принес фашизм и Третий Рейх всему миру. Надо было как-то выходить из этой ситуации. И немецкий канцлер, во-первых, выступил на Ассамблее Организационной Дневной Нации с покаянной речью, обращаясь ко всем гражданам мира, которые были пострадавшими в результате этой войны, инспирированной фашистской Германией. И второе то, что он сделал, они в центре Берлина выстроили такой пантеон и сделали большой памятник, посвященный Холокосту. Это, вы знаете, преследование евреев со стороны фашистской Германии во всем мире. И в Иерусалиме, будучи там, он тоже обратился к еврейскому народу со словами прощения и покаяния за те действия, которые совершил Третий Рейх фашистской Германии. Это были достойные действия политика, и весь мир воспринял это. В конечном счете, та политика, которая потом проводилась в Германии, и проводится сейчас, это полный запрет фашистской идеологии, полный запрет фашистской символики и многое другое. Там запрещено все, что касается фашистского периода Германии. И вот эти все действия сыграли положительно, и весь мир воспринимает теперь Германию, и все, что случилось с ними в период войны, фашистской Германии, это была как тяжелая болезнь, от которой Германия излечилась, в конце концов, и весь этот мир принял это, в том числе и пострадавшие от этого режима. В данном случае этого не случилось. В той же Польше геноцид, тот, который был принят, что такое геноцид? Геноцид – это массовые убийства людей, которые были инспирированы одним, как говорится, национальностью по отношению к другой национальности. Вот это и произошло на Волыне. Наши историки некоторые, особенно с института этого памяти, утверждают, что это было, хотя вместо того, чтобы покаяться в убийстве такого количества людей, они начинают искать возможности как бы сгладить эту ситуацию. И начинают говорить о том, что это была взаимная борьба, что это было взаимное уничтожение, что якобы и 30 тысяч украинцев пострадали от поляков, там где-то и так далее. Понимаете? Хотя документальных данных по этому поводу вообще ограничено количество. Да, были какие-то отдельные эпизоды, когда убивались со стороны польского населения украинцы. Но это в общей уголовном, как говорится, практике это случалось иногда. Поэтому вот как раз о вопросе добрососедства. Для того, чтобы их наладить, эти добрососедские отношения, и вернуться в статус тех взаимоотношений, которые у нас уже были изначально с Польшей, то я бы порекомендовал нашему руководству страны все-таки найти возможности покаяния за содеянные, воспринять вот это международное, скажем так, осуждение этого факта. Почему? Потому что принятие Сеймом Польши уже воспринято многими странами мира как положительный факт. Вы понимаете? Вот в чем еще вся проблема. Это не просто какое-то локальное решение одного государства в отношении другого государства. А здесь задействованы уже весь Европейский Союз, и они поддерживают поляков в этом отношении. Поэтому Украина должна была быть, для того, чтобы наладить эти добрососедские отношения, все-таки более мудрой и более дипломатичной. Найти этот консенсус, попросить прощения за эти действия. Ну и, конечно, сделать все, чтобы прекратить эту героизацию организаций, которые допустили эти массовые убийства, этот геноцид. Это АУНУПА организации, которые сегодня прославляют, сегодня назначают, называют проспекты, переименовывают и так далее. Вот эта опасность существует, то, которую нельзя было бы этого делать. Ну, дальше все будет зависеть от того, как наше руководство найдет в себе силы и возможности выйти из этой ситуации. Но то, что добрососедские отношения надо лелеять и беречь, это аксиома. И другого пути у нас просто нет. Мы живем в том мире, который, видите, он может быть нарушен в любую минуту, по любому поводу. Поэтому вот эти добрососедские отношения надо беречь.